Среди самых частых отсутствие документов у судоводителей, которые кроме этого еще и нередко заплывают в зоны купания, причаливают к берегу и активно зазывают отдыхающих покататься на гидроциклах, скутерах и других плавательных средствах, что категорически запрещено. Фиксируют нарушения и в море. К примеру, на гидроцикле, к которому прикреплен парашют, должны находиться два человека. Один держит курс, второй следит, чтобы ничего не случилось с клиентом. В этом году наказание ужесточили. Если раньше, заплатив штраф, максимум 500 рублей, водитель мог, как принято говорить, моментально откатать деньги, то сейчас сделать это будет сложнее. Многие штрафы увеличились в 10 раз. Допустим, если вы раньше управляете гидроциклом без прав, ну, не имея в виду, маломерным, любым маломерным судном, это тысяча от тысячи и выше. Сейчас это от 10 тысяч и далее. То есть в следующий раз вам до 15 тысяч вынесут, если вы не поняли, иначе. Почти половина пляжных территорий Краснодарского края расположены в Сочи. На каждом из них дежурят спасатели и медики. За каждой территорией закреплены сотрудники администрации. Он контролирует ситуацию в целом. Рейдовые мероприятия будут продолжаться в течение всего летнего курортного сезона. Наши рейдовые мероприятия будут проходиться как в акватории Черного моря, а также и на побережье. По данным спасателей, в этом году на организованных пляжах не утонул ни один человек. Совместные рейды будут проводить до 1 октября, до официального закрытия купального сезона.